Вашему вниманию представляется проект закона Республики Хакасия о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в сфере наделения органов местного самоуправления в Республике государственными полномочиями. Предметом законодательного регулирования рассматриваемого законопроекта является правоотношение в сфере реализации органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Государственных полномочий Республики Хакасия. Первое. По созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий в Республике Хакасия. Второе. По образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Третье. В области охраны труда. И четвертое. По опеке и попечительству в отношении совершеннолетних в Республике Хакасия. Федеральным законом 6 октября 1999 года 184 ФЗ об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации установлено, что законами субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации с передачей органам местного самоуправления необходимых материальных и финансовых ресурсов. Согласно бюджетному кодексу Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий из бюджета субъекта Российской Федерации выделяется субвенцией местным бюджетом. Законами Республики Хакасия от 29 апреля 2009 года 25 ЗРХ, от 6 мая 2005 года 2017 ЗРХ, от 27 сентября 2007 года 60 ЗРХ и от 25 декабря 2009 года 148 ЗРХ закреплены положения о финансовом обеспечении расходных обязательств муниципальных образований Республики, возникающих при выполнении вышеуказанных государственных полномочий и утверждены порядки определения общего объема субвенций, представляемых местным бюджетом из Республиканского бюджета Республики Хакасия на осуществление государственных полномочий. Мониторинг исполнения органов местного самоуправления перед на государственных полномочий показал, что нормативы расходов на оплату труда муниципальных служащих, рассчитанные в соответствии с порядком в настоящее время, не обеспечат полном объеме расходы органов местного самоуправления. На основании изложенного настоящим проектом закона предлагается внести изменения в указанные порядки, что повлечет увеличение объема субвенций, представляемых местным бюджетом Республики в части денежного содержания муниципальных служащих, непосредственно реализующих государственные полномочия, а также материально-техническое обеспечение. Таким образом, в случае принятия данного проекта местным бюджетом Республики в 2022 году будут выделены дополнительно финансовые средства из республиканского бюджета в сумме 5 млн 131 тыс. рублей. Настоящий проект закона рассмотрен Президиумом Верховного Совета Республики, а также Комитетом Верховного Совета Республики по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядке. Прошу принять проект закона за основу. Спасибо. Так, коллеги, если нет замечаний, ставится вопрос принять проект закона за основу. Прошу проголосовать за основу. Принимается и ВКС, коллеги, за основу тоже поддерживает, принимает. Спасибо. Так, я бы слово предоставил Светлане Викторовне Могилиной, заместителю председателя, председателю комитета Верховного Совета по законодательству. У нас есть таблица поправок. Поскольку мы вносим в 4 или в 5 законов наших действующих поправки, но они связаны с опекой и попечительством. Деньги тоже в бюджете закладывает правительство для поселения. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Николаевич. Уважаемые коллеги, обращаю внимание, что данный законопроект, который касается внесения изменений в отдельные законодательные акты, это совместная работа правительства и двух комитетов Верховного Совета, комитета по конституционному законодательству и местного самоуправления. Органы местного самоуправления достаточно часто ставили вопрос о том, что есть недофинансирование исполнения полномочий государственных, которые переданы нами на муниципальный уровень. И поэтому необходимо пересмотреть методику расчетов, которая позволяет именно сбалансировать эти затраты, которые несет органы местного самоуправления по реализации тех полномочий, о которых было сказано ранее. В свете этого получился данный проект закона, который и представлен вашему вниманию. До 20 октября на данный законопроект поступали замечания и предложения, которые оформлены в виде таблицы поправок. В нее вошли 5 поправок, при этом обращаю внимание, что эти поправки носят именно технический характер. Здесь ничего не меняется с точки зрения правовой, а уточняется именно сама методика расчетов. Поэтому комитет поддержал данную таблицу поправок и предлагает ее принять пакетом. Так, уважаемые коллеги, есть замечания по таблице поправок? Нет. Ставится на голосование, кто за то, чтобы принять таблицу поправок, предлагается пакетом. Прошу проголосовать. С учетом проголосованной таблицы поправок, комитет предлагает принять... ВТС тоже за. Спасибо. И комитет предлагает принять ее в первом и окончательном чтении данный законопроект. Хорошо. Коллеги, кто за принятие данного закона в целом? С учетом проголосованной таблицы поправок, прошу проголосовать. Кто за принятие? Вот сюда, чтобы не нажал. Всем спасибо за работу. Спасибо за подготовку, проведение.